Привет, друзья! Мы по-прежнему на выставке Черсаев в Болоне. И сегодня познакомимся с очень концептуальной фабрикой. Она называется Living Ceramics. И мне очень нравится, когда мощная идея сочетается с самыми высокими технологиями. Появилась эта фабрика всего лишь 10 лет назад. Организовала ее бывший соучредитель одной из крупнейших керамических групп Испании. И его задача заключалась в том, чтобы создавать керамические поверхности, которые будут максимально похожи на натуральные. И здесь он абсолютно бескомпромиссен. Потому что для того, чтобы выпустить новую коллекцию, требуется большое количество времени, иногда до двух лет, для того, чтобы провести все тесты и эксперименты, и действительно получить удовлетворительные результаты. Я вам должен сказать, результат он просто-таки поражает. Потому что если обычно, когда вы смотрите на плитку, которая имитирует натуральный камень, то нормально, чтобы она смотрелась натурально с метра. То есть здесь, ведь чем больше вы приближаетесь к поверхности, тем больше она напоминает натуральность. Происходит это благодаря определенной технологии, которая называется 3D-фит. Здесь, помимо того, что на керамическую поверхность спечатается текстура натурального материала, будь то камень или дерево. Это, кстати говоря, два основных направления в ассортименте компании. Потом наносится еще и фактура. И эта фактура совмещается с текстурой, то есть совмещается с рисунком того или иного материала. Поэтому эффект натуральности получается настолько естественным. Компания черпает свое вдохновение в различных уголках планеты. Здесь, прежде всего, представлены те коллекции, которыми вдохновились путешествия по Испании, по лесам Испании, по горам Испании, а также путешествиям в Исландию, то есть вулканами и удивительными черными скалами, которые стоят прямо в океане, в этой северной стране. Плитка производится в различных форматах для напольного и настенного использования. Максимальный формат 1,20 м на 2,70 м, а для настенного использования 90 м на 2,70 м. Когда я говорю «для настенного», это означает, что плитка, которая называется «дактайл», может использоваться только на стене. И это сделано для того, чтобы, ну, во-первых, чуть-чуть сократить бюджет, потому что производство плитки по технологии, которая находится где-то между керамическим гранитом и белой массой, естественно, обходится чуть дешевле. Эта плитка также проще режется, соответственно, меньше риски повредить большеформатные слэбы. Ну и, помимо этого, эта плитка еще обладает определенной гибкостью и эластичностью, соответственно, ее можно укладывать либо на специально изогнутой поверхности, иногда это необходимо, либо, может быть, не на совсем ровной поверхности, то есть, когда подготовка стен была произведена, ну, не самым идеальным образом. Кстати, большеформатные напольные слэбы тоже имеют толщину 6 миллиметров, и это имеет значение с точки зрения такелажных работ, ну, и перемещения материала на объекте. Форматы более привычные, такие как метр двадцать на метр двадцать, сорок пять на девяносто, имеют толщину девять миллиметров. Всего предлагается пять поверхностей. Это натуральная поверхность, слегка структурированная поверхность и также сатинированная поверхность. Именно здесь применяется технология 3D-FIT. Также бучердированная поверхность, то есть, более рельефная. Многим она напоминает фактуру кожи. Ну, и для общественных зон или зон с повышенной влажностью можно использовать специальную противоскользящую поверхность. Основная претензия ко всем материалам, которые имитируют натуральные, это повторение, определенный ритм. Но здесь тоже эта проблема решается, потому что даже в крупном формате предлагается семь так называемых различных лиц. А в более мелких форматах количество уникальных дизайнов может превышать даже 300. Что касается дерева, то здесь повторяется текстура не только вен дерева, но также и обработка дерева. Например, такая грубо обструганная доска, либо какие-то трещины. Вы все это можете почувствовать руками. И самое главное, что это все находится там, где вы видите это глазами, а не каким-то рандомным образом, как это делается у большинства фабрик попроще. Что касается ассортиментной линии, то она действительно довольно концептуальная. Это всего три направления. Это камень, это дерево, и это такие осадочные породы, я бы сказал. То есть это не совсем как бы мрамор, здесь нету таких кричащих рисунков, каких-то супер барочных. Все довольно стильно и приглушенно. Я бы сказал, даже минималистично. Хотя, в общем, этот материал может присутствовать, безусловно, и в каких-то более классических интерьерах. Есть также три дизайнерских линии, они тоже представляют определенный интерес. Абсолютно потрясающая коллекция. Ну и рпо дизайну японского специалиста, который представляет из себя трансформацию идеи Хмиллиона, но опять же в природной эстезе, потому что вы видите восход, который от голубого меняется к оранжевому. Вы видите песок, который меняет свои оттенки, или зеленый лес, который, безусловно, никогда не бывает однородно зеленым. В общем, действительно потрясающая история. И ваша ванная комната будет меняться не только от освещения, но и также от того глаз, с которого вы на нее смотрите. Немножко похожая идея в коллекции «Баланс». Там более мелкий формат. Безусловно, это декорация, которая подойдет для каких-то небольших помещений, может быть, либо для комбинации с большими форматами. И там тоже есть определенная градиентная обработка. Ну и последняя коллекция, она называется «Кава». Такая отсылка к знаменитому игристому вину из Испании. И вы здесь действительно можете определенным образом поиграть за счет разных форматов и за счет сочетания плитки с различными цветами затирки, что добавляет графики, ну и вот этой самой игры. Ну и, кстати, что касается комбинации, все-таки Living Ceramics — это испанская компания, и они не могут не отдать должное своим традициям. Здесь есть также небольшая коллекция довольно деликатных цветов, выполненных в традиционной технике майолики. Что касается новинок этого шоу, то представлена целая коллекция рельефных плиток, естественно, для использования на стене. То есть это тот самый Ductile. Различные рельефы, подходящие как под дерево, так и под камень. Ну и, соответственно, вы можете комбинировать, опять же, с плоской плиткой и менять оптический эффект от вашей ванной комнаты. И еще одно очень важное направление в деятельности компании Living Ceramics — это столешницы LITOTEC. И здесь мы видим ту же самую палитру дизайнов, то есть эти столешницы подходят под настенную и напольную плитку. Здесь также применяются эти технологии, то есть 3D-фит, когда рельеф, фактура совпадает с текстурой. И здесь есть еще одно нововведение. Этот рисунок, он проходит через всю плиту. То есть с края вы тоже видите этот рисунок. И это максимально удивительно, потому что, ну, это фактически стопроцентная имитация натурального материала. Столешницы идут в толщине 12 миллиметров, и у них также могут быть различные дополнительные фактуры. Ну, вот в данном случае, опять же, бучардированные, но действительно она больше напоминает по тактильным ощущениям кожу. Но при этом все вены, они также очень легко чувствуются пальцами, и это вот создает этот удивительный эффект и ощущение, полное ощущение натуральности. То есть действительно не скажешь, что это произведено руками специалистов на высокотехнологичном производстве, и не поймешь. Любителям ярких и каких-то контрастных решений возможно может оказаться, что выбор недостаточно большой. На самом деле это вовсе не так. При большом количестве дизайнов под камень, под мрамор или под дерево в каждой коллекции предлагается от трех до восьми различных оттенков. И плюс возможности сочетания различных форматов дают, на мой взгляд, достаточно широкие возможности для комбинации. Другие, может быть, скажут, что если это такая замечательная имитация натурального материала, может взять лучше натуральный материал. Но, безусловно, я это только приветствую. Только натуральные материалы, к сожалению, становятся все дороже и дороже. Их монтаж сложнее, опять же, дороже, и не во всех проектах подобные траты разумны. Мне очень понравилась концепция этой фабрики. Надеюсь, что и вам. И это отличный пример того, как человек с опытом и пониманием рынка может создать что-то новое и уникальное на, казалось бы, уже давным-давно насыщенной территории. Напишите что-нибудь приятное, если вам тоже так показалось. Ну и спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok